всем привет вы на канале бункер фолоча и с вами как обычно павел и сегодня мы с вами будем проходить начнем точнее проходить ремастер алана вы к перед второй частью в общем надо бы освежить в памяти что за алан век я ее кстати говоря не проходил игрушку я не знаю вроде бы здесь игра на полностью на русском языке давайте посмотрим уровень сложности выбираем нормальным погнали вроде бы все на русский вен кинг когда зал что кошмары не подчиняются логике не стоит пытаться их объяснить это уничтожает поэзию страха страшной истории жертва постоянно спрашивает почему но объяснения нет неразгаданная тайна вот что остается с нами дольше всего вот что мы вспоминаем в конце меня зовут алан вы я писатель по моему игра тиховато очень по моему игра тиховато давайте-ка сразу же перейдем в звук и здесь вообще все на 100 почему тихо тогда так раз 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 saints кроме ouble нормальный эксперт прикольная поэзию страха в страшной истории жертва постоянно спрашивает почему но объяснения нет неразгаданная тайна вот что остается с нами дольше всего вот что мы вспоминаем в конце меня зовут алан вы я писатель вот вот такое начало у нас немножко игру как немножко на максимум игру звук выкрутил у меня всегда было живое воображение но этот сон вывел меня из равновесия он был диким жутким и странным даже для меня да все началось со сна со сна все началось как это обычно бывает в кошмарах я опаздывал я сломя голову несся к цели какому-то маяку что там была за срочность я не помню торопясь туда я гнал по прибрежной дороге мужичка нихрена себе вот это да я не заметил авто стоп щека вот это он конечно он умер я был уверен что меня посадят и я никогда больше не увижу элис чё он сейчас исчез фига у тебя писатель сны внезапно тело исчезла ночной кошмар первый эпизод я был в шоке после аварии и едва стоял на ногах пошатывается прикольно так ну вот собственно игрушечка я горю звук икры выкрутил на максимум плюс свой микрофон немножко убавил так осмотритесь посмотрите вверх на источник света инвестируйте управление мыши нет зачем я понял это ходить так 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 спасибо осмотреть радиатор пробила когда я врезался в автостоп щека машина не к черту ну радиатор пробила там пока еще жидкость охлаждающие не вывалил это книги твои а действительно alan wake я говорю пока радиатор жидкость еще охлаждающие не вытекло можно в принципе ты немножко доехать хотя бы до какого-нибудь не знаю автозаправки мне нужно я была к маяку я знал что там меня ждет что-то важное что что тебя ждет важно что там такое должно быть добраться до маяка лан погнали а как мы все равно бы проехать не смогли здесь он мост перекрыт озвучка вроде как автостоп щек а чё это вам это как это даже не узнаешь меня писатель ты богом себя возомнил думаешь можешь писать все что в голову играешь с людскими жизнями и убиваешь когда якобы надо добавить переживаний в смысле ты кто вообще такой на собственной шкуре прочувствуешь шалок если бы не твой редактор твоей книги было бы вообще невозможно читать больше ты не издашь ни одной тюрьмовой книжок потому что я ни хрена чего в твоих книгах нет никакой художественной ценности паршивый из тебя писатель дешевые ужастики полные претензорского дерьма все на что ты способен скрини на меня полюбуйся на свое творение а вон оно чё это короче творение нашего писателя так как чё можно смотреть что делать qr-код кстати говоря qr-код скорее всего можно его телефончиком прочитать так space для прыжка отличника короче это его сон это его видимо персонаж какой-то из книги видимо чтобы убраться до подожди онился так подожди я поняла как попробуйте снова уклониться уклонился ну еще дальше это чисто обучение я понял что автоступщик персонаж книги над которой я работал вот это да вот это поворот на самом деле автостопщик это персонаж книги интересно на самом деле каково это помирать от рук собственного творения побежали 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 на себе от рук собственного творения то есть нам нужно до маяка добраться главное ну ладно погнали так что у меня камера немножко о где где я что я а ты кто кто мужик с желтыми рукавами с пистолетом смотри это я не теряем не теряем зубы а ты так первым пошел а че у него из глаз кого-то быть тьма какая-то течет так а это еще чужих херн и умы 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 и дураковато спала дом был смертельной ловушкой нужно выбираться что громкость прям превысить увеличилась причем конкретно так вот очень выбираться то выбираться а куда выбираться то ой блин а меня уже бьют а это надо было дождаться да бегу я бегу а можно перелезть тебе нужно выйти на свет на свету о прикольно а ты кто общая оставайтесь на свету до полного выздоровления хорошо прекрасно а ты у меня важное сообщение для тебя ну-ка 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 оно звучит так и не понять умом что за гранью озера где его был дом лежал глубокий темный изумрудный свет где волна хоть и дики но далеки от бед а так его бывал мой след портах его бывал мой след ты понимаешь вообще нет хера и иди на мой след ха фига себе фортнайт пошел блин я проник в твой сон чтобы научить построил все сейчас она спит но я почувствовал тебя когда тебя почувствует она попроснется я должен спешить поэтому покажу тебе только самое важное обучалка ни хрена себе пошла какая-то автостопчик захвачен темные силы сейчас ему не причинить вреда тьма дает ему защиту только свет сможет прогнать ему и снова сделать его уязвим вот возьми свет фонарик е а еще нажать на кнопку обязательно усилить яркость фонарик киус мини батарейку теперь с моего не защищает но она управляет его не спасти он все еще опасен он все еще так как убить вот возьми оружие а то есть сначала нужно фонариком потом уже стрелять а можно как-то прицелиться перезарядить то есть начало фонариком потом стреляешь за почему-то без прицела в кошмаре чудовищная тьма охватывала мир маяк оставался последним безопасным местом на земле так погнали туда тогда что ли раз на самое последнее место так усиление яркости а потом выстрелы патронов 35 а он постепенно заряжает то есть он не сразу все свалился где там да или зарядочка атих то тебе атих то тебе ух ты блять почему их там двое так ладно валим ага на свету он меня не заденет да ладно с виду на хотя бы хп-шка восстанавливается уже здорово блин а чего вас так много то блин как какой какой его ляха буха да блин уйдите ребята уйдите фига себе я уклонился Так, валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим Еще один лезет Короче, тут смысла пока их валить, я так понимаю, нету вообще никакого Что-то их чересчур много Бляха Я уже понял Ты будешь появляться постоянно А почему меня в заставке убили? Что за херня? Так, ладно Так, во-первых, батарейку Батарейка есть, так Сейчас первый появится, ну-ка, наверное Так Ой, так, батарейка Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Так, перезарядочка Отлично Перебил всех А то я нифига себе их тут накопил-то Так, закончились батарейки То есть еще и батарейки надо где-то искать Офигеть игрушка Патроны, батарейки да иди нафиг отлично ну хотя у патроны есть у 13 как бы сколько то есть конечно ну ладно ну ладно не жди что я устану блин со звуком здесь очень непонятно и она маяк валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим вот почти а пачку ты чё стоишь-то беги давай wake давай беги ну давай 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 уже почти прибежали до маяка до света вот в целье ураган идет да ладно вроде спасся фига там ураган да неплохо пробежались вот это сны так сны нашего писателя с другой стороны писатель почему бы и нет но воображение должно быть ебанутая немного ты отдавай заебал спать тебе приснился кошмар всего хорошо ты задремал все хорошая она кроме дремы рассчитывать не на что взбодрись красавчик мы приехали короче со звуком здесь какая-то хрень происходит то все громче по сути шли музыка прикольная музыка прикольная мне нравится так а это мы на пороге гася нормалек так а ты кто давай хотя бы изобразим отдых пойди встань рядом с тем дедушкой я сфотографирую тебя на фоне города я даже дам тебе заголовок к снимку парень из города за секунду до того как был съеден медведем чему привет здравствуйте вы выбрали отличное время для приезда в наш город день оленя всего через две недели день оленя ты слышала дорогая у вас прелестная жена простите за фамильярность меня кстати зовут под мы рад знакомств да я лун века не стану делать вид будто не узнал знаменитого писателя мистер вейк мое почтение я сам большой любитель книг не сочтите за дерзость я веду ночную передачу на местной радиостанции о как случайно слушайте мистер мэйн я в отпуске по сути я был бы признателен чтобы мое присутствие здесь осталось только между на я уверен вы поймете разумеется можете на меня положить но если все же передумаете найти меня не сходил бы где дуле это поговорили бы на радио сказал бы что тут буквально один день и все и никто бы не догадался так ладно дуле поговорили ночью я сделала пара отличных снимков а ты уже нашел друга это мило да нормально да и бестселлер как там мой любимый писатель ты уже добрался баре бестселлер только добрались местные не досаждают ты только скажи я тут же на самолет и мигом примчусь охранять свой покоя нет баре мы в порядке супер супер главное убедиться что ты сможешь отдохнуть и перезарядиться ну как местечко уже чувствуешь творческий подъем баре мы только добрались хорошо я перезвоню позже убедиться что у вас все хорошо а ты перезвони если будут проблемы лады лады я всегда на связи приятель будем на свете я тоже тебя люблю баре ты же знаешь что он будет названивать каждые пять минут олень баре с баре я всегда могла наглядывать их праздничную я и говорила текстовое сообщение от баре он и тебе передает привет молодец хороший продюсер ел и полы или кто там издатель то пошли пошли блин машины так вот я это чё ты за рулем что ли я тут чисто так сижу до пассажир ну а нужно заехать в закусочную и взять ключ у хозяина дома мистер карлс таки он нас ждет блин я заправлюсь а ты сходи с озвучкой здесь немножко непонятно конечно алан спасибо что поехал люблю тебя езжай я буду паник давай давай паник я и забыл что бывают такие городки города где все всех знают добро пожаловать в дорогой привет вы мне поможете я еще ик о луну ик о боже я ваша большая фанатка вам все время это говорят но я реально она мне приятно слышать роуз роуз я ищу мистера стаки карла старла а конечно мистер вейк должно быть в уборную отошел сейчас вернется не верю у меня же есть все ваши книги да ты что я забрала ростовые фигуры из книжного когда ее убрали с витрины здесь что же хорошо рад за вас а вон ту я думал домой она утащил ее нахренать и расставая попробуйте кофе только черный винить меня когда вы в него влюбитесь и загрустите что приходится уезжать посмотрите на расти он уже не человек в организме не осталось ничего кроме черного кофе нормально а чё почему бы кофе не выпить нормально хорошо хоть не с путиным были здесь один или женой могу показать вам город если хотите почте и заканчивай 6 из-то из-то оси брауз уже выкатый держать этого меня все понятно все уже не сынок все зву музыку послушай номер шесть музыкальном автомате кокос елай пары байкера что-то ноги уже не держать плохое кровообращение ты мужик это завязывай снова ты отвратителен мне ты еще называешь себя рокером а это старые рокеры типа мы братья его иногда заедает тресни по нему как следует ну давай треснем почему бы и нет но все я отправился в ад ладно нормально деду дедуля то вообще тусует нифига рокер старый так ладно а ты чё тут по взять кофе найдено термосов скот а 100 термосов ни хрена себе надо найти вот это да а ты тут чё не ходите туда молодой человек почему она вредит вам кажется я справлюсь с этим мэм я не хотел ждать я хотел найти стаки чтобы взять ключи и сбежать отсюда чем скорее тем лучше официантка приносила мне головную боль впрочем как и все вы почему все вместе говорите я сказал роз еще на прошлой неделе чтобы она поменяла лампочку и вот что бывает когда ты не брешь хочу не так то ну просто свет моргает и чё так язык а мы просто можем упираться и все вроде нормально все он бабулька стоит смотрит женские женские закрыты кстати выход закрыты ага значит нам только сюда сразу музыка такая пошла постучать мужской ну-ка давай мистер стаки к ты как говоришь в заставках а карл не смог вас встретить ему не здоровится а ты кто вот ваши ключи схемы проезда к озеру хорошо приятного отдыха в моем доме позже я зайду навестить вас интересно я на вашу жену я настаиваю а ты кто-то спасибо хозяйка дома чё ты такая мрачная как разговариваешь не или ты это все озеро колдран особое место и очень вдохновляющие ну ладно а чё ты такая прям мрачная с похорон что лили чё так и нельзя закрыта я рада что удалось все строить хорошо от этим выглядываешь из-за угла с тобой ты чё на этот раз вам повезло молодой человек вы могли навредить себе мать мне это как это и вправду нужно починить а после я должна напомнить царь и сменила лапочки в участке давно пора это сделать для наверно пара только не совсем понятно что зачем как он навредить и мог завалиться просто упасть а дрыхнет уже в порядке у тебя собой нет бутылки если бы почему-то он он же а он вы андерсон и они местные музыканты как раз и ждем доктора хартмана чтобы он их забрал они сбежали из его клиники в санатории на озере колдран смысле из клиники а я психи что ли так ну чё шести к тебе подъеду да а я поеду на работу когда появится этот причем а не охота травиться тем кофе что подает в парковой кафешке о женушка подъехал он погнали пока 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 задание выполнено вот ключ а вот маршрут мой герой я раздобыла фонариков на всякий случай на хрена эй погодите а если свои ваши ваши ключи смысле ваши ключи от где был то это вот с вот этим мужичком мы должны были вне закусочная психушка да вроде все нормально было как ты веришь в это место город просится на странице книги уже вроде в отпуске элис я обмазгую когда вернемся домой хорошо ну да мне не хотелось это обсуждать хотелось зарыть голову в песок как раз под настроение раньше я был успешным писателем последнюю книгу я закончил два года назад и больше не могу написать ни строчки а что случилось то почему они берем обоих ночь будет ясно и так что гости из больших городов посматривайте на звезды что подмигивают вам с неба здесь становится довольно темно но они осветят вам красота прям да да вот это вообще красота ух ты тут красиво санула ничего так не волнуйся милая я провожу тебя в дом целый и невредимый до наступления тьмы и у меня с собой фонарь я знаю я в порядке давай лизула хобби страх темноты я хотел убедиться что мы будем внутри зажженным светом еще до заката убил не хочу она боится темноты она же вроде взрослая девочка и упала вот ты боишься темноты я нет чую бояться темноте все то же самое что и на свету только в темноте давайте прогуляемся посмотрим здесь прям деревьев нам сколько растет на такой скалистый бережок небольшой . спуститься можно слушай рыбалка здесь по-любому с этой скалы будет вообще шикарно удочку закинул спиннинг и вообще круть вот этот домик так домик мне нравится развязать нельзя а вот 2 старый генератор был соединен с силовым кабелем серьезно а то есть у них еще и генератор свой нормально за заводится как это в власти тревожь оперативно тот также генераторы заводится хорошо давай я тут осмотрюсь немного ваще а чё дайте осмотрится то это было чудесное место я убеждал себя что смогу отдохнуть выспаться и забыть о работе думал что будем здесь счастливы круто же ведь отпуск такой хочу уже темно стало так сфокусе элис рассказывала мне про дом на озере колдон старое здание было отелем но в наши дни он больше не открыт для посетителей а свет горит при этом то есть нам заострили внимание видимо мы туда попадем скорее всего скорее всего мы туда попадем зачем только непонятно а кстати хоть это и ремастерить графика мне нравится вот выглядит вообще игрушка я бы сказал не то чтобы прям потрясно но осмотрим остров был когда-то местом чьей-то любовной истории о может быть это повторится снова это чё-то т.з. и.б. джей да в принципе почему бы и нет красота в домике у нас у детская лошадка нормалек валять алис хотел ее покрыла ладно алис по ходу куда-то уже свалила так что я наверху а наверху а это какой-то сюрприз там в спальне да так а здесь что хочу здесь да подожди закрыта здесь закрыта чё здесь двери закрыты муж только что пришли открыли все так и какой там у тебя сюрприз ну-ка 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 а сюрприз ну-ка я должна признаться что смена обстановки поможет тебе писать чёрт элис ты и все дай мне сказать тут есть один доктор доктор хардман я прочла его книгу у него здесь частная клиника он специализируется на лечение людей с кушку меня отправишь нет всего не так это не нет не надо не хочу слушать твою мать элис смысле она только машинку с собой притащил я знал что она не последует за мной в темноту а мне нужно было побыть одному дурачок что взял на жену наорал причем она то хотела как лучше ни хера не понял короче необоснованная ссора произошла